С премиальной картой Мастеркард. Мой уикенд всегда на высшем уровне. Всем привет, с вами снова Орел и Решка. Пока вы спали, мы с Настей прилетели куда? В Швейцарию. В Женеву. Ну это же Швейцария. А, ну да, Швейцария, Женева. Привет, мои учители по географии. Я смотрю, приоделся, но для прогулочки с рюкзаком. Потому что я планирую в этом всем красном фашемебельном выйти в люди, познакомиться с богатыми и уважаемыми людьми и подтонуться денежкой. Жаль, в автобусе такого нет. Привет, Орел. Решка. Привет, Женева. Слышишь, ну это уже просто, ну это некрасиво, Ивлеева. Подожди, а как это если человек и крест? А вот так это, это просто некое средство. Если крест, это Решка? Я еще на год вперед. Я, во-первых, никогда здесь не была. Это же вот дорогое вот это, дорогое то, дорогие вот эти. Это же все так дорого и я в этом во всем дорогом буду. Идеальные пейзажи, элегантная роскошь и технологии будущего. Женева. Здесь есть все для увлекательного уикенда. Считается, что уикенд в Женеве могут позволить себе действительно богатые люди. Но монетка выпала иначе. Вызов принят, ребята. И мне ничего не остается, как доказать всем вам, что Женеву может себе позволить и бюджетный турист. И вот первое доказательство. Смотрите. Из аэропорта Женевы в центр города можно добраться на такси. За 35 долларов. На автобусе. За 3,5 доллара. На поезде. Тоже за 3,5 доллара. Но есть еще один полностью бесплатный вариант. В аэропорту в зале выдачи багажа есть автомат, где сразу прилетев можно получить билетик на бесплатный проезд в любом общественном транспорте. Билет действительно 80 минут. То я пока взял, пока там прошелся, пока посмотрел. Надо еще найти этот поезд. Будет обидно, если я на него не успею. Ограничения по времени установили, чтобы туристы не наглели и не катались по этому талончику целый день. А 80 минут вполне должно хватить на получение багажа и дорогу до города. Я объясню вам, почему я переживал, успею я или нет. Просто если бы вышел бы срок годности моего билетика, эти 80 минут, то у меня могли запросто проверить здесь его. И я заплатил бы штраф. А это около, по-моему, 80 франков. Представьте, 80 франков сразу заплатить и все. И добрый вечер, привет, Женева. Арендовать автомобиль в Женеве не проблема. Проблема его выбрать. Чтобы справиться было проще, я приехала в один из самых элитных ренталов Женевы. Где находятся самые крутые тачки современности. Но я выбрала себе машинку с огоньком и с историей. Первая модель этой машины стала настоящей сенсацией. Ее собирали порядка 35 лет. Половина работ выполнялась вручную. Тестили лучшие автоспециалисты и гонщики мира. А для ее производства даже построили отдельный завод. Современная же версия этой тачки – это олицетворение всего самого высокотехнологичного, что было придумано за всю историю автомобилестроения. Бензиновый двигатель, который выдает 510 лошадиных сил. Три электромотора, которые способствуют быстрому старту. И разгон до ста за три секунды. Конечно, после такого, после услышанного хочется погонять, друзья. Вот бы сейчас быть на каком-нибудь хайвее, понимаете, разогнаться как следует. А тут вон светофоры и светофоры. Но я скажу, это не мешает наслаждаться поездкой. Потому что что внешне, что внутренне – тачка очень крутая. 10 минут на поезде и я в городе. Ну это же прекрасно. Быстро, комфортно, а главное – бесплатно. Не благодарите за наводку. И вот вам сразу же второй лайфхак. Деньги меняйте в городе. Тут меньше комиссия. Все поменял. Здесь Швейцария и швейцарский франк. Между прочим, запасная мировая валюта. Ну на тот случай, если вдруг евро или доллар когда-то обесценятся. Так что многие богачи хранят все свои сбережения именно во франках. Они разбрасываются ими на тротуарах. И сразу же третий лайфхак в догонку. По городу Женева вы можете передвигаться общественным транспортом, на самокате или совершенно бесплатно. Ну не на своих красивых двух, как могли бы подумать, а на велосипеде. На велосипеде, который заботливые швейцарцы подготовили для нас, для бюджетных туристов. В Женеве есть услуга – бесплатная аренда велосипеда. Для этого нужно просто зайти на сайт и посмотреть адрес ближайшего рентала. Как видите, тут целая очередь из халявщиков. Правда, есть один маленький нюанс. Ну как и с билетом из аэропорта. Время бесплатного катания на велосипеде тоже ограничено. Всего 4 часа. Ну или же придется доплачивать по 2 доллара за каждый час. Ага, нужно показать паспорт. 20 франков за лого депозит. Ну и вернуть байк вовремя. Я не буду платить деньги. Я верну байк вовремя. 4 часа мне… Во, с головой. И что самое крутое, то что велосипед вы можете возвращать не только в том месте, где вы его брали. У них еще есть 9 ренталов по городу. Поэтому вот где вы катаетесь, где вам удобнее его сдать, туда и сдавайте. Прекрасно. Женева – это, конечно, олицетворение всей Швейцарии. Красивейшая природа, уютные старинные домики, ну и конечно же современные бизнес-центры. Женева похожа на маленький городок из сказки, который умастился между высоченных гор и огромного озера. Так и не скажешь, что это самый большой город Швейцарии. И в придачу еще и неофициальная столица мира. Именно здесь сосредоточены крупнейшие банки и офисы международных организаций. Женева очень дорогой город. Очень чистый, очень ухоженный и в принципе тут есть на что посмотреть. Это факт. И сейчас, ребятки, я вам это самое есть на что посмотреть и покажу. Нужно сдавать скоро велик. Посмотрим самое главное. Так что вперед, давай, 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 давай. Тебе во вьетнамках, наверное, не сильно удобно бежать. Беги, беги, давай, давай. Мой хороший. Итак, достопримечательность номер один. Фонтан Же До, что в переводе означает струя воды. Так незамысловато. Это, между прочим, самый высокий фонтан в Европе. Высота его струи 140 метров. Это как 46-этажный дом. Каждую секунду в небо устремляется 500 литров воды. А обходится этот фонтан городу в 800 тысяч долларов в год. Правда, изначально о фонтане и речи не шло. Это был механизм, который выпускал лишнюю воду из систем городского водоснабжения. Но туристам и местным он так приглянулся, что стал главной достопримечательностью города. Выглядит, как будто прорвало трубу. Причем вот у меня во дворе дома, где я вырос, часто такое происходило. И там струя была намного выше. Достопримечательность номер два. Монумент Брауншвейка. Но это даже не то, что монумент. Это самый настоящий мавзолей. То есть вот там вот уже больше сотни лет лежит тело графа Карла Брауншвейгского. Он страдал клаустрофобией, поэтому договорился с властями Женевы, чтобы после смерти его тело хранилось не под землей, а на открытом пространстве. Вот теперь лежит, почивает в центре города на высоте 6 метров. Тоже мавзолей в самом центре города. Ну как такое может быть? Ну нигде ж такого больше нет. Ну в Швейцарии, а? Вообще не сложно. Вообще. Достопримечательность номер три. Скамья де ля трей. Между прочим, одна из самых длинных скамей мира. И одна из самых желанных. Ее длина – 120 метров. А такой длинной ее сделали, чтобы поместилось как можно больше людей. Ведь именно на этой лавке у каштанов жители Женевы так любят встречать приход весны. Вот о такой лавочке мечтают все бабушки в каждом дворе. Чтоб все 120 вот так сели и дружно хором в один голос. Наркоман, проститутка, куда пошел, напуфырилась. Как страна бесполезных ископаемых, плодородных черноземов и тяжелой промышленности стала одной из самых богатейших в мире. Все просто. Швейцарцы выбрали несколько видов товаров и сосредоточились на них максимально качественно. И сейчас я покажу вам самые знаменитые швейцарские товары и расскажу в чем же их фишка. Конечно же самый популярный швейцарский товар – это часы. У меня есть огромное желание посмотреть самые дорогие, самые красивые часы, которые у вас есть, и примерить. В чем же секрет успеха швейцарских часов? Во-первых, конструкция. Механизм швейцарских часов состоит из сотен мельчайших деталей, скурпулезно подогнанных друг к другу. Во-вторых, производство. Каждый элемент собирают вручную, используя высокоточное оборудование. На один только корпус уходит две недели, а на полную сборку – около двух месяцев. В-третьих, контроль качества. Способность часов работать при любых обстоятельствах проверяют сотни различных тестов. Погрешность в размерах деталей должна быть не больше пяти микрон. Это в двадцать раз меньше толщины человеческого волоса. И, наконец, внешний вид. Над швейцарскими часами трудятся лучшие ювелиры мира. С помощью драгоценных камней и металлов они превращают часы в произведения искусства. Ну, друзья, знаете ли, дорогие часы с бриллиантами – это не все, чему может удивить Швейцария. Еще один знаменитый швейцарский продукт – это сыр. Все знают, ну или как минимум слышали, что швейцарские сыры самые дорогие и самые качественные. Конечно же. Пользуясь золотой картой, я решила не отказывать себе ни в чем и попробовать эти самые сыры. Чем же так крутые швейцарские сыры? Во-первых, для производства элитного швейцарского сыра используют только свежее молоко. Во-вторых, швейцарские сыры, как правило, производят вручную, на небольших сыроварнях. И в-третьих, сумасшедший контроль качества. Независимые эксперты оценивают все – консистенцию, вкус, корочку и даже дырки. Но, честно говоря, оценить по достоинству изысканность швейцарских сыров может только гурман, коим я не являюсь. Я не могу сказать, что я сильно впечатлилась и всех бы вас призывало приехать в Швейцарию и тратить огромные деньги на все эти виды сыров. Вы можете абсолютно практически так же получить удовольствие, купив обычный недорогой сыр, который будет не менее, а то и вкуснее, чем вот это вот все. Еще один знаменитый швейцарский продукт – это швейцарский нож. Итак, чем же швейцарский нож так хорош? Во-первых, многофункциональность. Нож делался для швейцарской армии, поэтому в него попытались сложить как можно больше полезных инструментов. Во-вторых, материалы. Только первоклассная нержавеющая высокопрочная сталь, которая проходит закаливание при температуре 1040 градусов. Ну и самое главное, на эти ножи действует пожизненная гарантия. Пускай кто-то другой купит. Все знают про швейцарские сыры, часы и ножи. Но мало кто знает, что в Женеве есть еще одна уникальная вещь – самая дорогая в мире икра. Это икра иранской белуги. Сама рыба очень редкая и находится на грани исчезновения. В придачу икринки эта рыба откладывают тоже крайне редко. И только достигнув возраста сорока лет. То есть еще попробуй дождись, но я дождалась. Подождите, а… Как это «ес»? Я человечек с безграничными финансовыми возможностями. Это все? I need more. You want more? Yes. I need more. Подождите, ну это же, ну это оскорбление. Это оскорбление. Это же просто, это сгульки нос. Good. Cheers. Thank you. Прекрасный тост. Вот это я понимаю. Вот это вот человечек зашел перекусить. Самой дорогой икры в мире. Сумасывайте, это что за отдых такой. Это супер. Thank you very much. Да, совсем забыла сказать, стоит эта самая икра 8 тысяч долларов за кило. Ну попробуем. Вы вообще сейчас понимаете, сколько стоит мой организм? Сколько стоит мой желудок? Первая ассоциация, я думаю, вам, зрителям будет знаком вкус красной икры, да, которую мы все любим есть на Новый год с бутербродиком, с маслицем. Вот это вообще не в ту степь. То есть она там сладенькая, но такая вот, понимаете, вот ложкой ее не поешь. Вот правда. А вот эту ложечкой очень даже поешь. Она как-то сладко в меру соленая, я не знаю, но она супер отличается, правда. Я не эксперт, но она супер отличается. Это реально тот момент, когда икру можно есть ложками. В общем, ребята, ее вкус сложно передать словами. Надо попробовать, как бы странно и дико это не звучало. Я только что съела какой-то маленький автомобиль. Сказать, что жалею? Нет. А если есть возможность, стоит попробовать. Это все. Мне было вкусно, мне было дорого и я сама сейчас себя ненавижу. А бедняков меня ненавидят еще больше. Я продолжаю вам доказывать, что хороший уикенд в Женеве может поместиться в 100 долларов. И если по поводу питьевой воды можно не переживать, ее тут можно пить из любого фонтана, а вода течет прямо из подземных источников, то вот по поводу еды придется заморочиться. Еда в ресторане или в кафе в среднем от 30 долларов. Зайти в магазин и купить продуктов на обед, ну где-то на минимум 10 долларов. Но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Я нашел самый дешевый. Вообще дешевле просто не придумаешь. Здесь в Женеве перекус. Пойдем. Не веришь? Докажу. Швейцарцы на выходных едут в гипермаркеты, чтобы затариться на целую неделю. Там есть фудкорты, где можно быстро, а главное дешево перекусить. Вот, например, хот-дог всего за доллар. Гулять так гулять. Возьму два. Один с мясом, а второй вегетарианский. Мне кажется, что здесь вегетарианцев любят больше. Тут тебе и лучок, и бурячок. А вот обычный хот-дог для нас, для не-вегетарианцев, просто сосиска. Начнем с вегетарианского. Сама вегетарианская сосиска – это перетертая морковь, капуста, чечевица и зелень. Сейчас попробую просто одну сосиску. Вот такое ощущение, что ты ешь водоросли. Я не могу сказать, что это невкусно. Нет, вегетарианцам это вкусно. Есть в этом что-то, но мне это не заходит. Когда все вместе ешь, оно очень даже неплохо. Не замечаю, что это вегетарианский. Теперь попробую классику. Это уже моя тема. Обычная, настоящая, вкусная сосиска. Просто у нас, когда берешь дешевый хот-дог, ты сразу чувствуешь вот эту разницу между дорогой сосиской и дешевой. Здесь сосиска очень вкусная. Но идеальный для меня был бы хот-дог – это вот объединить вот эту сосиску, а начинку взять с вегетарианского. Вот так вообще бомба. По-моему, отличный лайфхак. В городе, где чашка кофе стоит 10 долларов, поесть за два – учись, Настюшка, пока я есть. Помимо качественных товаров, Швейцария знаменита еще одной увлекательной штуковиной, которая находится на окраине Женевы. Итак, друзья, приготовьтесь к настоящему эксклюзиву. Я нахожусь в месте, который ученые считают началом новой эры. Глубоко под землей находится ба-ба-ба-бам… Адронный коллайдер! Большой адронный коллайдер – самая огромная научная установка в мире. Находится она на границе и Швейцарии, и Франции. На глубине 100 метров и длиной аж 27 километров. Ее обслуживанием занимается целый научный городок, состоящий из десятка наземных и подземных лабораторий, в которых работает свыше 10 тысяч ученых из сотни стран мира. На строительство коллайдера ушло 10 лет. Было потрачено свыше 100 миллиардов долларов. И каждый год тратится еще по миллиарду. Но с самого начала строительства у адронного коллайдера появилось уйма ярых противников. Против коллайдера выступили и некоторые ученые. И представители разных религий и любителей заговоров. Одни утверждают, что эксперименты на адронном коллайдере уничтожат нашу планету. Другие, что ученые полезли в дела Божьи, за что он покарает все человечество. А третьи считают, что здесь создают оружие, которое истребит все живое на земле. В общем, настало время пойти и самой все выяснить. Экскурсии сюда бесплатны. Только нужно заранее зарегистрироваться на сайте и подловить момент, когда на коллайдере не проводят эксперимент. Так ощущу, что я в кино. Это сериал, фильм, I don't know. Несколько контрольно-проверочных пунктов. Вау. И мы у коллайдера. Вот это да. Вау. Друзья мои, ну размеры этой махины просто это что-то невероятное. Знаете, когда вы читаете об этом в интернете или смотрите какие-то документальные фильмы, это одна история, когда ты видишь это вживую. Даже я, человек, который с наукой на «вы», просто мозг разрывается. А еще посмотрите на эти двери справа и слева сейчас. Ну, соответственно, эксперимент не проводится, поэтому мы здесь и можем на все это посмотреть. А когда проводится эксперимент, эти двери закрываются, и вся эта научная магия происходит, вершится и в общем просто вау. Что же такое адронный коллайдер и для чего его построили? Все мы слышали про атомы. Они состоят из электронов, протонов и нейтронов, которые в свою очередь состоят из еще меньших элементов, называемых кварками. А что же дальше? Откуда все это появилось? И вообще, как родилась вселенная? Эти вопросы и есть главной причиной строительства коллайдера. Работает он так. С помощью огромных сверхмощных магнитов ионы и протоны разгоняются до скорости света и сталкиваются друг с другом. Так воссоздаются условия, которые существовали в первые мгновения вселенной. Такие исследования, по мнению ученых, помогут разобраться не только в процессах, которые происходят во вселенной. Но, возможно, даже позволят изучать другие измерения и путешествовать во времени. А пока… Адронный коллайдер уже подтвердил с десяток научных теорий и помог обнаружить несколько неизвестных ранее частиц. Ну и наконец, самый важный вопрос, с которым я сюда и пришла. Опасен ли адронный коллайдер для человечества? Нет, это не опасно. Не опасно. Здесь задействовано очень много различных систем защиты. Всевозможные датчики, вот как счетчик измерения радиации, например. И десятки специалистов, которые постоянно мониторят работу коллайдера и сразу же заметят отклонение от нормы. Так что уровень безопасности здесь очень высокий. Ну что ж, поверю ученому на слово. Все равно я в этом ни черта не смыслю. Честно говоря, я не знаю, но выглядит все это вот примерно вот так вот, достаточно безобидно, очень по-умному. Ну и я надеюсь и верю, что это правда послужит огромным толчком для науки и они сделают то, что хотели. Ну этот взрыв, не взрыв, в смысле узнают, как рождалась вселенная. А если мы узнаем, как рождалась вселенная, мы поймем другие вещи. Ну что мои сахарные кукусики, самое время рассказать вам всем, как обстоят дела в Женеве здесь с жильем. Отели от 100 долларов, хостелы от 50 долларов, а вот самый бюджетный, соответственно, самый для меня подходящий вариант – это кемпинг. Кемпинг на берегу Женевского озера – популярное место среди самих швейцарцев, которые путешествуют на машине и предпочитают сон на природе, а не в обычном отеле. Поставить здесь палатку стоит 23 доллара. И это самый бюджетный вариант ночлега в Женеве. Ну, начнем. И все? Боже, это фантастика. До этого, когда я складывал палатку в Орле и Решке, у меня не так хорошо с ними было, складывались отношения. Все, отлично. Итак, мой номер на сегодня. Смотрите, светлых тонах, просторный, минимализм, ничего лишнего. Я бы даже сказал просто – ничего. Ну а самое главное – посмотрите какой вид. Шикарно. Первая линия, выходишь, у тебя сразу озеро. Место стоит 23 бакса, а вид на миллиард. Пятизвездочных отелей в Женеве огромное количество. Но я не хочу жить просто в роскошном номере. Я хочу жить в самом дорогом номере в мире. Гостиница президент Уилсон стоит на первой линии Женевского озера. Снаружи она отличается от остальных отелей своей строгостью и скромностью. А внутри – своим богатством и роскошью. Ведь именно здесь находится самый большой в Европе и самый дорогой гостиничный номер в мире. Одна ночь в нем стоит 80 тысяч долларов в сутки. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в отель президент Уилсон. Мне нужен самый дорогой номер в мире. Наш Валю Кунтаус ведь уже занялся. А это как? Подождите. Ну там уже есть выживающие восстановления. Не помню. Продать. Подождите, то есть в этом отеле есть люди богаче меня. Это невозможно. Это конечно самый большой номер в Европе и самый дорогой в мире. Он стоит даже 80 тысяч в ночь, но все равно находятся люди, которые снимают его на месяц, на два и даже больше. Это очень популярное место для проживания для богатых шейхов. Действительно, почему бы и нет. Ну ладно, я не шейх, но что-нибудь после него. Это президентский свит. Он всего лишь 14 тысяч за ночь. Давайте президентский. Кстати, мне так нравится, что в моей премиальной карте Мастеркард бесконтактная оплата. Это быстро, удобно и она всегда в моих руках. Спасибо. Ну что ж, посмотрим на крохи, которые мне достались от арабских шейхов. Ого-ошеньки. Слушайте, тут как будто гостиная на три компании. Президентский сьют – это огромная гостиная, шикарная ванна и спальня. Если не знать о существовании более дорогого номера, то этот вообще топчик. Все, у меня абсолютно буржуазное настроение. Ну это рай. Весь интерьер отеля состоит из дорогостоящей мебели известных дизайнеров. Обшитый высококачественной кожей и обитый натуральными материалами. А самое главное – вишенка на торте, дорогие друзья. Вид на Монблан. Саня, что из них Монблан, ты там сам разберись, потому что тут две горы. В Женеве красивый вид может себе позволить и бюджетный турист. Для этого нужно купить билет. Подняться на подъемнике. И немного пройтись. Зато впереди меня ждет смотровая Балкон Женевы. Говорят, с нее открывается обалденный вид на город и один из лучших закатов Швейцарии. Ни фига не видно. Хэштег печалька, хэштег расстроен. Сплошные облака и туман. Явление в горах частое и непредсказуемое. Облака могут появиться за минуту и провисеть так до следующего дня. Ну час уже постояв тут, успокоившись. Я понял, что наоборот хорошо, что есть вот эта дымка. Наоборот это прекрасно, есть какая-то романтика. Ты стоишь наверху выше облаков, закат. Есть какое-то настроение, есть атмосфера. Хороший день. Хороший день. Спокойной ночи. Пятизвездочные отели имеют при себе не менее пятизвездочные спа-комплексы. И грех этим не воспользоваться. Я готова признаться, что мне просто неприлично хорошо. И будет очень глупо сейчас пойти спать и пожелать вам покойной ночи. Поэтому пока спа не закроется, я буду здесь сидеть и хамамиться, и джакузиться, и массажиться, и элансировать. Поехали. 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 И полвосьмого уже. Играю в бадминтон. Привет. Люблю тебя, тебя, вас всех люблю. Что еще делать так рано? Играй в бадминтон! Эхей! Спорт! Если есть возможность сэкономить время, я это сделаю. Это я сухом шампуне Невея 3 в 1. Волосы свежие, объемчик и никаких следов. А так бы голову мыть пришлось. Весь второй день я решила посвятить главной достопримечательности не только Женевы, но и всей Швейцарии – Альпам. Для этого я арендовала себе вертолет. А я продолжаю доказывать вам всем, что Женева по карману и бюджетному туристу. Спасибо. Целый день я экономил. Даже не то, что целый день, вообще, в целом я экономил, скажем так, ради того, чтобы поехать в Альпы. Чтобы насладиться красотой швейцарских Альп, необязательно тратить баснословные суммы на вертолетов. С панорамных окон швейцарских поездов тоже открываются не менее потрясающие виды. Горы огромные такие, величественные. Боже, как это красиво. Друзья мои, я вам скажу, что дня от кадра просто не передаст то, что я вижу, где прямо под облаками что-то невероятное. Вот справа от меня горы, их накрывают облака, но прямо под ними сейчас пролетают. Просто фантастика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Альпы – это самый большой горный хребет Европы, который лежит на территории сразу в восьми странах. Но именно швейцарские Альпы – самые высокие. И, по-моему, самые красивые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучшее место для бюджетного туриста, чтобы насладиться видом на Альпы – это смотровая на горе Рошедене на высоте 2041 метр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тут наверняка красиво, я даже не буду смотреть, я хочу посмотреть там, куда я доберусь. Вот именно оттуда. Все, не смотрим по сторонам, держимся, держимся. А для туриста с безлимитной карточкой – лучшая смотровая – это пик Волк. Я просто не могу поверить, ребята, мне кажется, что мы на вершине мира, выше нет ничего и никого. Мы находимся просто в облаках. Вот они, самые настоящие Альпы. И ледник три тысячи. Почему три тысячи? Да потому что находится он на высоте три тысячи метров. Наверное, ни один поэт, ни один писатель не нашел бы таких слов, которыми можно было бы описать все это великолепие. Это пипец какой-то. Как красиво. Обалдеть. Потрясающе просто, ну посмотрите, такое величие. Ну здесь там пушинка, просто микроб. Как пел Владимир Семенович Высоцкий – лучше гор могут быть только горы. Ну а пока аудитория Настя Явлеева гуглит, кто такой Владимир Семенович Высоцкий. Давайте просто посмотрим на это все. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вот как я люблю Решку за то, что она дает возможность увидеть такие чудеса. Это невероятно, друзья. Заплакать от красоты, это как вообще? Это, наверное, один из лучших дней в моей жизни. Просто потрясающе. Как такое может быть общее? Помимо гор, здесь еще есть одна достопримечательность, наверное. Вот если вы мимишный человечек, то вам сюда. Так что все любители говорить мими-ми-ми, приготовьтесь. Вот он вольер, в котором живут не волки, не медведи, а маленькие сурки. Ну как маленькие, нормальные. Заповедник рай сурков – это центр, где этих маленьких животных разводят и изучают в привычной для них естественной среде обитания. Раньше швейцарцы были не настолько гуманными к природе. Они считали, что все животные делятся на два вида – вредные и опасные. Под раздачу попали и волки, и медведи. И те же сурки. А потом, когда спохватились, решили, что наверное что-то мы не так делаем, надо их охранять. И вот взяли сурков, сюда вот так оградили, чтобы их никто не трогал, ни беркуты, которые летают, их не могли забрать. Все, вот мы как бы исправились перед всеми животными. А сейчас это символ Альп. Если вы хотите привести открытку, например, на каждой пятой, наверное, изображен вот этот вот чудик. Не исключено, что именно этот стоит. Смотри, такой кабан. Тиху-тиху-тиху. У меня нету, братан, мне нечего тебе дать, к сожалению. Сам бы с удовольствием что-то поел. А на моей горе тоже развлечения имеются. Внимание, друзья! Сюрприз! Самая высокая трасса бобслея в мире. Высота – три тысячи метров над уровнем моря, дистанция – километр, разгон – до сорока километров в час. Погнали! Уху! Ой, чувак! Ёбби! Ее шутка трясет! Мы с нами очень страшно! Очень круто! Да я рождена для попслея! Ну что, большой спорт, поберегись! Настюшка, попслей! Дышит тебе в землю! Вау! Просто что это было? Офигеть! Это просто невероятно круто! Помимо того, что это дитяйший адреналит, невероятный аттракцион, ко всему прочему, ну невероятнейший вид, друзья. Ну это слова меня писать. Я клянусь, это одно из лучших, что со мной когда-либо случалось. Это просто невероятно! Если вы решите приехать сюда, обязательно попробуйте! Обязательно! Рекомендую на все сто процентов! Абсолютный инкрэрабл! Альпийские приключения, как мне нравится! Уху! Друзья, ну Андрюша вам рассказал, на что потратить 100 долларов, а мое дело их спрятать. А вот они заветные! Быстренько, быстренько, тут очень много людей, очень много свидетелей, вообще нет времени объяснять. Удачки! Удачки! Время в Женеве летит незаметно. И как вся швейцарская продукция, отдых здесь тоже высочайшего качества. И доступен этот отдых туристу даже с очень ограниченным бюджетом. Ау! Ощущу, что я в кино! Вот так вообще бомба! Прекрасный тост! Есть атмосфера! Мы находимся просто в облаках! Эй! Ого! Такое величие! Ну здесь ты пушинка просто микроб! Как такое может быть вообще? Слушайте, анекдот. Приходит как-то Антон Зайцев к Регине Тодоренко и говорит… Наконец-то теперь на Андрея стало приятно смотреть, потому что в кадре снова я. Привет, Андрюша, привет, дорогой. Не могу сказать, Зайна, что мне приятно на тебя смотреть, сейчас опять будешь хвастаться, рассказывать. Конечно буду, конечно буду. А я спрошу, а как у тебя дела, Настя? Отлично у меня дела. У меня был вертолет. Альпы, самая дорогая в мире икра, почти самый дорогой номер в мире, машина. Все? Нет. Продолжай. А пока Настя вспоминает все-таки возраст, память, я хочу сказать, что я всем вам доказал и себе в первую очередь, что здесь в Женеве можно отдохнуть и со ста долларами. Пойдем. Говорят, если подорожник приложить ко второму подбородку, то все сразу встанет на места. Спасибо. 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 Спасибо.